Кулёва поехала на яму, чтобы купить куфайку. Приднестровцы меня точно поняли, потому что это приднестровский сленг. А вот коренной москвич, например, долго бы гадал, что такое бубочка от громки и почему на праздник обязательно нужно мэкнуть. Новый год всё-таки. Все эти крылатые выражения собраны здесь, в приднестровском разговорнике. Их долго собирали, а затем они попали на книжные полки и вот сюда, в этот ярко-жёлтый приднестровский разговорник. Есть идея устроить сегодня день приднестровского сленга. Сразу пройдёмся по рынку, а потом встретимся где-то там у коня и подведём итоги. Если что, у коня, это так у нас называют центр города Террасполь. В приднестровском разговорнике есть глава хозяйства. Это у нас страница 17. Светлана, вот скажите, пожалуйста, что такое прошивать? Ну, сапать. Мы говорим сапать. Сапать? Да, убираем сорняки. Это называется убираем сорняки. Травку. Пепшой. Лукуруза. Прыпочка. Возле печки порожек. Прыпочка. Перед печкой. Вот, например, анатомия винограда. Гронка и бубочка. Это что такое? Как объяснить, что такое? Гронка – это полностью вся веточка. Да, и допустим. Это пусть будет. Это мы так говорим. Висел и закунял. Ну, это уставший человек, либо сильно взрослый, в преклонном возрасте. Абсолютно верно. А колопуцать? Колопуцать, что-нибудь расколопуцать, тесто. Халабуда. Ну, это типа шалашика. 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 Самодельного. Именно строение на поле. Знаете как, раньше мы в детстве из веток обломаем ветки и делали шалашик себе. Вот это мы называли халабуда. Шлендрать. Шлендрать. Ну, это что-нибудь, наверное, гулять без дела. Вот это штурпак. Вот как объяснить иностранцу, что такое штурпак на нашем предестровском языке? Штурпак? Ну, это оборванная ветка или обломанная. В нашей сфере деятельности пакет. Пакет. Кулёк. Кулёк. Наверное, это самый такой частый слэнг. На вопросы все отвечают верно. Знаете почему? Потому что автор разговорника Екатерина Булепопова и иллюстратор Александр Навак активно ведут свои соцсети. И в Инстаграме, на своих страничках они попросили подписчиков, чтобы те написали им как раз-таки вот этот вот преднестровский слэнг, преднестровские словечки. Их оказалось так много, что вот накопилось на целый разговорник. Вот здесь есть еда, дом, глаголы, хозяйство, география. Что такое САПА? Ну, это инструмент для прошёвки огорода. Цирлы. Это что? Не знаете? Например, шуфлятка. Не все знают, что это такое. Это полка. Приднестровцы любят говорить отсюда-воттуда. Как расшифруешь? Оттуда-вотсюда. Огорище? Огорище – это над домом. Чердак. Это чердак. Жменька? Ну, это немножко. Жменька семечек. Это у всех на слуху. А луцкать семечки? Вот есть такая фраза здесь. Щелкать семечки, да. Батник? Ну, это кофта. Толстовка? Знаем такое. Капцы? Ну, обувь, наверное, тапки какие-то. Харе? Хватит. Вот всю дорогу она что-то говорит. Это как она говорит? Всё время. Крыжалки что такое? Ну, это капуста для заквасного, вернее, для голубца. Мы сегодня побывали в двух людных местах, и с кем бы я ни говорила по-преднестровски, все всё понимают. Из этого можно сделать вывод, что нас объединяют не только традиции и местность, где мы с вами живём. Слова по-преднестровски тоже напоминают нам о силе нашего единства. Ладно, это всё лирика, Пашкандыбаю, я на работу. Всем пока.